Следующая информация касается всех, кто собирается переезжать в США. Придут непростые времена. Это точно. Правила все ужесточаются и ужесточаются. На этот раз они коснутся грин-карт, а за ними ежегодно обращаются почти полмиллиона человек. При решении Верховного Суда в высшей инстанции правила меняются. И это окончательно. Необходимо изменить систему миграции в нашу страну. Нам удалось сделать это за последние три года и вернуть огромное количество рабочих мест из других стран в пределах территории Соединенных Штатов. Это очень важно. Мы все понимаем, насколько важны границы. Без границ нет государства. Трамп считает, что число легальных иммигрантов, пребывающих в США на основании родственных связей, таких сейчас 66%, надо сократить, а долю высококвалифицированных специалистов увеличить почти в пять раз. Для этого он предлагает оценивать желающих обосноваться в США по особой шкале. Обязательным условием ставится знание английского языка. Вот какие изменения. По новым правилам, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карты будут считаться пользование льготным медстрахованием MediCare, участие в программе получения продуктов салонов и льготной покупки жилья. Также проблемы с получением разрешений на постоянное жительство могут возникнуть у людей, страдающих от заболевания, которое может потребовать серьезного лечения и помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу. То же самое будет и в случае, если у такого человека нет достаточных средств для оплаты лечения подобного заболевания. Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий выйти на рынок труда.